Всем привет! Привет! Вы на канале Сестрицы в теле, я Света. А меня зовут Кристина. Мы две сестры вместе ведем блог по похудению. Немного мы уже похудели. Худеем дальше. Мы сейчас уже утро, уже отпаяли все посылочки, с почты идем. Очень холодно. Плюс 15 градусов всего. Не знаю, очень холодно. Но я свитер надела, потому что я не хочу эту куртку еще потом в руках носить. А днем не потеплеет. Да и наплевать, мне свитер в этом тепло. Солнца нет? Тепло. Это говорит кое-кто, кто в длительном платье пошел с голыми ногами. А она у меня вон, длинненькая, так что он греет. Нога у меня сжайка, я без колготок пока все ухожу. А попка? Попка тоже сжайка, она мне не мерзнет. Низ у меня закаленный от колготок. Девочки, сегодня у нас тренировки нет, но вчера такое было великолепное у нас трение. Видимо, кардионагрузка. Да, у меня сегодня отвес, я стала на весе был. Мне тоже. Мне тоже. Посмотрим, что будет в понедельник. Я надеюсь, что будет отвес. А нож, конечно, может вот так чуть-чуть скакать, но я думаю, все время будет отвес. Все время. Я по лицу, по одежде вижу, что у меня опять все уже начинает болтаться. Джинсики хорошо застегиваются. И вот этот жирный живот, он уже нормально застегивается. И это не растянулись джинсы. Ты один раз так сказала, а мне девочки сказали. Это растянулись джинсы у тебя. Видимо, отзыл аплодил. Такие губы делали грушачек. У тебя просто растянулись джинсы. Тебе просто повезло. Это не ты работала над собой. Тебе повезло. Тебе повезло. У тебя такая генетика. Потом еще, знаете, говорят, вот когда ты что-то чуть-чуть заработал, нормальную работу нашел, еще что-то. Это побои судьбы у тебя. Или какие-то спортсмены танцуют, что-то вкалывают ежедневно. Пофиг знает сколько времени. Ну да. Это у тебя такая генетика. Если ты выглядишь вдруг на 30, хотя тебе 50, а ты в спортзалах не вылазишь, танцуешь, следишь за питанием, не бухаешь, как остальные не куришь, а тебе говорят, это у тебя, наверное, в мать ты пошла. И у тебя бабушка и дедушка были долгожителями, и у тебя генетика хорошая. Вот это всегда такое. Вот везде оправдание, что у тебя там тебе просто это повезло. Тебе повезло легко. Легко повезло тебе там в чем-то еще какая-нибудь такая фигня. Никто, все бесценивают твои работы, заслуги, все остальное, это все бесценено. Только если это на бумаге где-то записаны твои достижения или еще что-то. Медаль Кози получил. И то они скажут, что ты тыкаешь своими медалями. Они нам не нужны. Твои образования нам ничего не уперло. Короче, рейты были, есть и будут. Давай вым о хорошем. Нет, так тут они хоть из-под тишка пишут. Жизни они тоже есть, прям в глаза все говорят. А по жизни их еще больше. Да, хороший второй человек. Это вот все соседи твои. Ну кому-то может повезло с соседями. Ну я не знаю, да. Мне не повезло. И мне почему-то тоже. Причем нормальные вот эти соседи рядом, а вот через дом, который мусор накидывали. Который бери, я все равно мусор тебе буду кидать. И как только поставили камеру, что-то не кидают. Боятся ответственности. Что-то не кидают. Не хотят полиции оправдание писать. Ну да, конечно. Или штраф. Я что жду, а что-то не кидают теперь. Девочки, у нас куча комментариев. Что на завтрак ела? Что я на завтрак ела? И что ты вообще завтрак ела? Нет. Я сегодня забыла. Если не съела яичницы из двух яиц и помидорку. Я что-то бежала, торопилась, волосы сушила, тут же красилась. Ты еще не ела? Нет, триндела там с двумя девочками. И думаю, потом просто кофе поеду. А я уже есть хочу. Ну так это же хорошо. Я ела во сколько? В 6? В 6? А сейчас 9, да? Или полдевятого? Ну да. Блин, всего-то 2 часа с половиной прошло. Но я тебе удивляйте яйца и все. Да, конечно. Все. Хотя считается яйца, как и обычное мясо, должно долго перевалиться. Просто утром. Утром быстро переваливается. Утром так есть хочется. Много энергии ты тратишь в самом утре. Сильный заряд энергии, бодрость идет. Сейчас бы свежевыпеченный карасан. Чего? Или шаю лодку съесть. Забудь это слово. С вишней. Или какие-нибудь овсяные печенья, только испеченные, из духовки. Какие овсяные печенья? Я вообще утром никогда в жизни не хотела бы какие-то сладкие блины есть. Блинчики, да. Блинчики с вареньем. Я вообще не представляю, как с утра можно начать точить шоколад. У меня на это аппетит вообще в жизни не было. Мне может шоколадка, ну, днем или ближе к вечеру захотеться кусочек. И то, я никогда не поглощаю вот этими их. Сейчас мы дойдем до твоих макайон с котлетами. Сейчас ты посягла на святое, на блинчики. Сейчас поговорим о твоих макайонах. Не могу есть плитами. А твои шою мек, а то я вот такая лопата. Да, лопата только такую не меньше. До локтя. Только такую не меньше. Курица это бесконечная. Курица любимая моя. Гриль, гриль. Гриль это вообще не посягай на святое. Ну да, девочки, кому чего. Мне вот с утра в жизни бы не захотелось и есть вот эти сладкие с медом. Что-то политое, налитое вот это вот. Все сладкое, все эти десерты и утром даже себе представить не могу. Это есть пленчики, сырники. Да, пленчики, сырники. Это я хвалю их. А ты да. Я наоборот за них засыпаюсь. Девочки, ну это вредно. Для похудения это вредно. Хотя мы летом, когда ездили, вот это я зажиралась на 12 килограмм. Мне прекрасно после основных всех блюд, прекрасно уже шли потом сладкие блинчики. Кстати, омлет спокойненько, вот тоже вкусно зашел. Вместе с помидоркой на завтрак. Омлет это вот это. Очень вкусно. Мне очень нравится утрая еда. Вот сейчас уже поговорили о всей еде. Вот теперь ей захотелось. Ну зачем оно мне? Давай, читай. Комментарий. Девочки, а почему нельзя пить воду 2 часа после тренировки? Посмотрела в инете и не нашла ответа. Попадается только инфа, что пить надо воду наоборот. Интересно узнать, вдруг мне тоже нельзя пить. А я и не знала. Во время тренировки надо пить воду? Очень много. Он сказал, пейте как можно больше во время тренировки. А потом Кристи говорит, давай пей пей. Я такой, и ешь, ешь, ешь. Пейте озумно. Ну хочется пейте, но не заливайте. Я в нем своего отца. Не заливайтесь водой. Он так на нас трендит, как батя, когда меня тренировал. Он хоть как и мой сын, но я его ощущаю, как мой отец. Папу Жени нашего так мне напоминает. Это вообще. Ну замашки и тренировки, что у того, что у того гола. Вот это взвешивать каждый раз. Я смотрю, он никого не взвешивает. Наш, нас взвешивает. Не еду, а нас. Нам взвешивать каждый раз, чтобы неповадно было жиреть. Каждый раз спрашивают, что мы ели. Почему нет отвеса. Я еду, он спрашивает у всех. У нее все время отвес. У меня не было отвеса. Не, ну или просто стоит. Или просто стоит. Вот у меня два раза постоял вес, и он начал меня терроризировать. А я говорю, у меня критические деньги. Он такой, тогда ладно. Тогда ладно. Ну ладно. Ваши те все дни. Женские все дела. Там, типа, допускают. А если бы девочки, как у нас, вот в группах, и вообще все чешут, у меня три килограмма плюсом из-за критических дней. А потом выясняется, вот в группах спокойно, я так напала на всякие кренделя, напала на всякие вафли и на все остальное. Мы ушли от ответа. Вот оттуда и плюс. Мы ушли от ответа. Девочка задала вопрос, почему нельзя пить после тренировки два часа. Потому что идет сильное жирожигание в этот момент. И вода эта из жира будет уходить. Из отеков, из всего. Вот что вы хотите, что вот лишнее там есть, оттуда будет он забирать. И вот даже через два часа почувствуйте, что вы не так уж и пить и хотели. Это оно хотело, потому что оно забирает в этот момент. И, ну, через два часа надо обязательно попить. Девочки, много. Даже через силу, если перехотелось, надо хоть стакан воды выпить будет уже. А потом уже кушать можно будет. Не знаю, как там может перехотеться. Блин, там ждешь, когда эти два часа закончатся, чтобы нахлебаться. У меня все переход... Перестает хотеться. Не все слова, которые я хотела сказать, их нельзя произносить. Получилось, что какие-то слова, они неизвестные. Мы опять дошли уже до полиции. А я вот иду к столовой, к столовой. До стадиона дошли. Сережа говорит, вы в столовой уходите? Говорит, нет. Он говорит, исправляемся. А что я бы с сырнички сейчас кушала? Ну, вот в этой столовой яичница и салат. Там яичница с салатик. Он их одобрил, яичница и салат. Ну, да. Котлеты только по-киевски не одобрил с маслом. Ужас. Так там же масло 200 грамм. Так что именно, девочки, два часа после треньки не есть нельзя. Есть тоже нельзя. Потому что из сала все, из жира все выходит. Ну, то на похудение. То на наборе массивые ездите, что хотите там. Нет, это только на похудение. Да, да. На наборе там абсолютно вся другая схема. На наборе они еще и белковые коктейли в течение треньков. На наборе мы не лезем, девочки. Там свои специалисты и свои знатоки. Мы-то тоже не специалисты совершенно. Мы хоть чуть-чуть по краю муха где-то что-то услышали. Девочки, мы и рассказываем. Свой опыт. Мне все время говорят, эта жереба стоит там и умничает. Девочки, эта жереба три года пытается похудеть. Но если вы мне... Идет к успеху. Да, если вы мне тыкаете, что я не похудела, посмотрите первый ролик. Похудела все. Зайдите в начало и вы увидите первые ролики наши. Вы увидите, какую мы там делали планку в первом ролике. Вот такую. И сколько там? Секунд, секунд, десять, пятнадцать. И вот так я приседала, вот так вот. Да. Вот такие все мои приседания. Это все были мои упражнения. А сейчас она дает жаю. Мне этого сложно было делать. Ну, понятно, наоборот, как раз надо потихонечку тренировать мышцы. Если они были как кисель, кисельный берега 30 лет, и мы тут вдруг начнем это, штанги поднимать. Естественно, такого не получится. Ну, да. Постепенно мы и начинали тренироваться. Все потихонечку. Все постепенно. Да, да, да. Так, какие-то... Сначала легонькую зарядочку надо сделать. Так. Девочки, как вы относитесь к витаминам? И, девчонки, кто писал про кисель из псириума? Напишите, пожалуйста, рецепт. К витаминам как мы относимся? Девчонки, напишите про кисель. А у нас с этой музыкой ничего нормально? Ой, я тут цветочки красивые нашла. А тут музыка, да? Да, музыка знаменитая, да. Нам это заблокирует опять все. Девочки, хоть уже не платили, ну как вообще... Никогда и не платили, но... А почему-то они все равно один фиг эти авторские права кидают. Даже выпустить ролик нельзя. Да. Все равно они авторские права кидают. Какой-то, помнишь, период мы даже хорошую музыку поставляли. Нормально. А потом опять началось это. Как вы относитесь к витаминам? Видимо, витаминам и БАДам. Да хорошо, лишь бы они были качественные, нормальные какие-нибудь витамин. Ну да, лучше... Мне даже в аптеке в самой сказали, вот это вот БАД на магния, а это вот витамины. Что вам надо? Девчонки, вот когда я чувствую, что у меня будет... Я его совсем на регулярной основе не пью. Я почему-то в этом спортзале у меня вообще прошли судороги. Вообще прошли судороги. Хотя очень вроде устаешь, и потом тоже все болит. Вот, я пью... Мама, кофе есть. Вот так полюбим? Ну, через кем-то. Я пью магний только тогда, когда я чувствую... Когда я чувствую уже днем, что у меня ночью будет судорога. У тот, кто судорожник, он знает, как у него днем тянут мышцы. Что ночью тебе так прихватит потом. Мама мне не поможет, если вот так... Ну, я всегда помогаю. Нет, так его на регулярно пить месяц хотя бы. Они... Вот-вот начнется и выпила одну таблеточку. Так я тебе... Это если анальгин какой-нибудь. А ты мой ответ вслушала? Вообще с самого начала. И вот-вот начинается у тебя мышца болеть, и ты начинаешь пить таблетку. Я на регулярной основе давно уже не пью. Это допила курсами по 2 месяца. Теперь я так не пью много магния. У меня, видимо, вот достаточно теперь уже в крови. Ну, если у тебя судорожник, значит, нормально... Если я перезанималась и днем чувствую, что у меня будет ночью судорога, тогда я беру пью днем две таблетки и перед сном две таблетки пью. И она не происходит. Мне бы не помогло. А мне верьте уже началось. Если бы я за ранние недели две пила, тогда по мне она не начала. Я эксперимент проводила. Если я их не пью, эти 4 таблетки, ну, их положено по 2 пить. Ну, вот у меня в том, в том, который я должна пить. Вот. Если я их не попью, эти 4 таблетки, у меня такая будет судорога, что я буду горать на весь дом. Ну, сильно скручивает прям сильно ноги, руки. А если вот выпила, то ничего вообще не будет. Спокойный, хороший сон. Вот эти 4 таблетки мне хватает, чтобы у меня ночью ее не было. Нет, у меня вот, если я знаю, что сейчас будет судорога, я говорю, спазмолитик какой-то надо выпить. Ну, не... Это лекарство уже, как мёдовом припайка, оно уже не поможет. А мне вот анальгин не помогает. Мне папа тогда говорил, выпей анальгин, если ты чувствуешь днем, что будет судорога. Он мне помогает. Его помогает, ты тебе помогает. А мне я выпила анальгин, меня так скрючило ногу, как обычно. Вот видишь, как у всех разные организмы. Как скрючило, и коты на мне, и через Андрея перелезть надо, и вообще там, как было так. Да ях ты уже с краю. Почему ты все время лазишь через Андрея? Смотрите. Килограмма. Смотрите, мне... Я сплю с краю, потом чувствую, переши прошли сети у меня. Вся эта фигня прошла. Пойдем погреться. Пойдем. Я верила, у меня прошли судороги. Я честно с охранник. Я говорю, Андрюша, я буду спать у вас и стеночки моей любимой. Он говорит, что ты пахнет тут попкоином. И он мне говорит, ты спать не хочешь, я же у себя к стеночке. Сплю месяц, два, три, и меня потом на кровать. Судорога. Он такой, да когда ты уже спать, возле стеночки всегда будет. Здравствуйте. Да когда ты будешь еще возле стенки спать? Все время. Не уходи от края. Не уходи от края. Ну вот такие вот дела. Десятый судороги все меньше, 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 меньше. Да потому что нагрузка нормальная для этих мышц. Очень хорошая. Но имеется в виду, она сильная, серьезная, но не так, чтобы потянуть все вообще, чтобы потянули все мышцы. Нюхнули попкорн и пошли дальше. Там не же это стыдно там, голдеть. Так. А что нам еще спрашивали? А, а ты про какие-нибудь еще витамины, что-нибудь берешь? Ну, этот же, да. Что, пойдем? Пойдем. Согрелась уже? Когда я купила себе этот алфавит, мультивитаминный, он как бы не дай огонь, это было сто лет назад. Может он сейчас поменялся, или может я что-то не так выпила. У меня высыпало все по лицу. Я к тому, что если что-то начинаете пить, хоть почитайте отзывы там, какие-то хорошие, что были. Не просто начинайте пить. Ну, а от комплелита у меня, например, начинается аллергия. Кому чего не подходит. Кому как. Так же и гемоглобин, железо. Пила-пила вообще, не помогала ничего. Потом какие-то другие, нашла хорошие витамины по гемоглобину, и все. И он вырвался у меня за недели две, по-моему. Не помню. Это было время беременности. Сто лет назад. Десять лет назад. Конечно, все говорят, что больше всего витамины из продуктов усваиваются хорошо. Ну, я ела, мне ничего не усваивалось. Ну, это во время беременности. А так-то, конечно, во время продуктов. Самое главное, это продукты. Самое главное. Во время продуктов каких? Когда ты ешь продукты правильные, тогда усваиваются все витамины. Не обязательно даже их пить дополнительно, если вы питаетесь правильно. Ну да. Они какими-нибудь руками одними. А беременность, это отдельная совсем история. Там мало одних продуктов. Ну да. Да, мы же и не про беременность. Да, да. Про похудение. Нет, просто туда что-то ушла, и вообще тут ни к чему. Девчата начинают еще, вот вы же на серьезное похудение. Девочки, у нас мы убрали всего процентов 20, дефицит калорий сделали. Когда дефицит калорий процентов 20 всего лишь, то прекрасно организм, и не надо, вот это кто борет ритис-кооперации сделали, им всего 100 грамм можно есть сразу из еды. Им, конечно, такой ворох, витамин закидываться надо. На завтрак я буду есть 60 грамм отварных макарон, одно яйцо, колень отварную, два помидора черри и половинку болгарского перца красного. И также то же самое буду есть на обед. Я взяла и на обед, и на завтрак. В обед я ем огурец, помидор, немножко посолила, дали 5% творог, полпачки, здесь 90 грамм, и 83 грамма отварных мидий. На десерт 1 мандарин. На ужин я буду есть 2 яйца, жареных просто на сухой сковородке, помидор, и 150 грамм холодца из курицы. Девчонки, пока музыки нет, мы тут кофею пьем, и немножко можем поболтать. Вопросы. А мы же про какой-то, только что вопрос не закончили, да? Смотри, что-то я сказывала, это мама подзвонила. Да, и я забыла напрочь, о чем мы говорили. Ну, мы про БАДы, про БАДы девочки много раз уже разговаривали. Кто-то есть, прям любит витамины пить, задает прямо, я посмотрела двух этих, двух парней, они эти, оба в тренажере, как их зовут, в тренажерах. Тренера? Тренера в тренажерах, вот. Оба тренера. Один тренер каждые 2 недели сдает анализы, каждые 2 недели. чтобы посмотреть все-все-все на свете. Уровень того, уровень чего. И все на свете вот это пьет, все эти лекарства, хотя ему 25 лет, чтобы все там у него было в идеальной норме. Вот. А второй, наоборот, ему 32 года, он говорит, ну ты что-то сильно запариваешься, я раз в полгода сдуй анализы, у меня все нормально там. Говорит, у тебя и так вроде все нормально. Он хочет, чтобы у него так все было идеально. Поэтому это, видите, кто как. Кто-то любит по больницам, сдавать анализы. Прямо вот ни один день нет настроения, побегу уже анализы сдавать. Вот, ну, есть прямо, девочки, вы же знаете, есть паникеры, они сразу же бегут, у них просто что-то, настроения нет, они уже бегут анализы сдавать. Может, у меня что-то там опять понизилось железо, раз у меня настроение плохое. А есть люди, которые по 10 лет не ходят анализы давать. Всякие есть. По 40 лет, выпивают, курят, не ходят в спортзал и не сдают никогда анализы. Все не приказано. И не прекрасно, даже бывает, даже бывает, прекрасно выглядят при всем при этом. Ну, да, как у меня соседская бабушка. Я же сказала, да, про соседскую бабушку. Я ей пришла помогать, и мне звонит, Кристиночка, купил мне уколы от ангина. Я говорю, уколов нет от ангина, лекарства мне всякие продадут. Ну, как это нет? Я говорю, ну, какие могут быть уколы от ангина? Ну, мне же скорая поставила уколы от ангина, ангина у меня никогда в жизни не было. Ей 83 года. Ни разу в жизни не было. Ни разу в жизни не было температуры у бабушки. И коила, она не знает, что такое гойло болит. 83 года. Поэтому вот так вот такого здоровья будем всем всегда. Девочки, а мы же там и так много наговорили, да? Мы сейчас быстро пьем кофе. Я уже допила, это мой. А, это мой? Это твой. Девочки, мы очень рады, что мы перешли заниматься все равно в спортзал. На улице вот сейчас бы похолодало, помнишь, муральчик, когда на улице занимались? Сложно это все равно делать. Сложно себя заставить вот только пасмурно, уже нету настроения идти на улицу, в этот холод заниматься. лучше стрения. Стрения тоже себя сложно заставить даже прийти в тренажер. Можно покупать любые абонементы, с любыми скидками. Можно поддорожить. что ты затратила его время, трения свое, что он ждет, как подставлять. Подставлять человеку не хочется. И в любом случае ты пойдешь. И ты знаешь, что вот у тебя нет настроения и поменять ты. Не можешь, это уже надо просить, чтобы тебе поменяли на другой день. Или что ты пропустишь, что ты прогуливаешь, все эти отмазки лепить. Настолько сложно человеку придумывать все эти отмазки и каждый раз в неудобное положение тренера ставить и себя. И получается, что ты все равно один фиг туда идешь. Очень хочешь. А потом тебя щевеливаешься через минуту и уже нормально. Да, даже если все у тебя болело, даже если критические дни, ну только единственное, что ты даже если, мы сколько раз говорили, говоришь про критические дни, всем по-барабану, на ней. Потому что многие, вот, я смотрела еще, женщина-тренер тоже, она сама занимается, у нее хорошая очень форма, она и йога-тренер, и такой фитнес-тренер. И она говорит, во время третических дней наоборот надо заниматься. Там какое-то повышенное что-то еще у тебя в крови и очень хорошо, хорошие продуктивные занятия будут. Естественно, не тяжести поднимать там по 300 килограмм, а на обычный, нормальный фитнес надо хотя бы ходить. Хотя бы встать и раструситься. Так же, как когда мышцы болят после тренировки, что говорят, надо идти разминать эти мышцы, а не этим, как флукацинаром или чем намазывать это все, я девочки забыла название. Я не знаю такого, что ты сейчас говоришь. Короче, фурадонином или чем-то вообще мочевой половой болезнь. Короче, не намазывать на себя всякую фигню и лежать, стонать, а идти, размять эти мышцы надо, поприседать. Помнишь, когда у меня мышцы болели? Я встала, думаю, присяду 15 раз. Присела 15 раз, у меня перестали все мышцы на ногах болеть. Это у нее перестали. У меня еще потом два дня болели. Я не знаю, как она смогла позаниматься, я не смогла. Вот сложнее всего было первых 20 раз присесть. Вот это утром было сложно. Я поприседала, у меня потом все прошло. Стало все прекрасно. У меня ничего не пошло. Даже я поприседала, у меня ничего не пришло. Да. Девочки, мы будем с вами прощаться. Мы вас любим, целуем и увидимся завтра в следующем ролике. Пока. Пока-пока. Пока.